Здравствуйте. Сочи Теплоэнерго, судебные приставы совместно вывезут. Долгов много и у всех они разные. Здесь 46 тысяч рублей и те, кто снимает жилье, пообещали погасить задолженность сразу же, лишь бы не остаться без горячей воды. На вопрос, почему растут долги, ответа нет. А вот проблема у жителей дома с переулка Дагомыски 5 серьезнее. Здесь долг 500 тысяч рублей. Не платят за тепло и горячее водоснабжение уже несколько лет. Постоянные предупреждения и просьба хотя бы начать оплачивать частично ни к чему не привели. В итоге в подвале спускают воду и готовят оборудование для того, чтобы отключить потребителя от горячей воды. Поскольку нет прибора учета, просто отрезают подводящую трубу от центрального стыка. Значит, помимо конфискации имущества, которое обычно проводится с судебными приставами, еще можно и отключение производить. Это изначально проводится, а потом уже изъятие имущества, да? Да, отключение горячей воды – это одна из мер, применяемая непосредственно взыскателями Сочи Теплоэнерго для приостановления хотя бы текущих начислений, чтобы как минимум долг хотя бы не увеличивался. А что касаемо описи ареста и изъятия имущества, это уже прерокатива непосредственно судебных приставов для погашения долга по решению суда. Но чтобы не доводить ситуацию до критической и не ждать, когда на пороге появится судебный пристав со специалистами коммунального предприятия, достаточно обратиться в отдел по работе с должниками Сочи Теплоэнерго. В каждой ситуации разбираются индивидуально. Те потребители, которые не могут единовременно уплатить имеющуюся задолженность, в порядке пункта 72 правил предоставления коммунальных услуг, подтвержденных постановлением правительства 354-го Сочи Теплоэнерго, предоставляют рассрочку сроком на 12 месяцев по заявлению потребителей. Поэтому милости просим, все проблемы решаемые, мы идем навстречу каждому потребителю. Благодаря подобным рейдовым мероприятиям удается часть долга вернуть. Рейды продолжатся и дальше два раза в неделю. Больше всего должников в центральном районе города. Чтобы им не остаться без горячей воды, без имущества, а сейчас из-за долгов людей могут переселять из муниципального жилья в общежитие, достаточно хотя бы начать погашать текущие платежи. Сейчас пока еще не наступил отопительный сезон, самое время подсчитать свои долги, в том числе своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.